Хмелевая земля Более тысячи хмелеводов выращивают здесь ежегодно до 30 тысяч тонн хмеля. От классических сортов ароматического хмеля и мягкого, горького хмеля, вплоть до новых сортов с выраженным фруктовым ароматом. Умеренный климат и хорошие почвы, а также опыт и пристрастие привели хмелеводов халятау к главенствующему положению на мировом рынке. Хмель, как говорит народная мудрость, желает каждый день видеть своего хозяина. В хмелеводстве на гектар приходится свыше 200 рабочих часов. Это в 40 раз больше, чем при возделывании зерновых. Уже поздней осенью и зимой начинается подготовка к новому хмелевому сезону и инвестиции. Стоимость возведения новых опор составляет до 20 тысяч евро на гектар. Зачастую еще в трескучий мороз хмелеводы начинают подвешивание проволок. К первым работам в сезоне относятся отгребание почвы от корней и обрезка побегов на корневище хмеля. Пробиться должны только самые сильные побеги хмеля. КОНЕЦ Чтобы хмель нашел правильный путь наверх, он должен вручную заводиться на поддержке, что является очень трудоемкой работой. Возделывание хмеля – это тяжелая и требующая кропотливого труда работа, по завершению которой получается продукт, находящий применение для лучшего пива в мире. В Халетау развернулся единственный в мире по своему виду компетентный центр хмелеводства. Нигде не проводится столько интенсивных исследований по возделыванию, культивированию и переработке, как в Центре исследования хмеля в Хюле, поддерживаемого Баварским государственным правительством, пивоваренной и хмелевой промышленностью, а также хмелеводами. Мы находимся в очень тесном контакте с сельскохозяйственными производителями. Нами культивируются новые сорта хмеля, совершенствуется производственная техника, испытываются новые средства защиты растений. И мы стоим снова и снова перед решением новых задач, связанных, к примеру, с изменением климата. Темы не иссякнут никогда. Нельзя полностью отграничить друг от друга ароматические и горькие сорта хмеля. Для ароматического хмеля типичен мягкий и тонкий аромат и содержание альфа-кислот от 4 до 8%. В год мы собираем урожай с более чем тысячи различных культивируемых линий и всегда находимся в поиске культивируемых линий с более высокой устойчивостью к болезням и улучшенными показателями для пивоварения. Успехи исследования ощутимы. В Халятау на сегодняшний день возделываются более 20 высокоурожайных устойчивых по отношению к неблагоприятным факторам сортов хмеля. Применение необходимых средств защиты растений снизилось благодаря селекции более чем наполовину. За несколько месяцев хмель достигает высоты в несколько метров, до 30 сантиметров в день. За ростом растения можно буквально наблюдать на глазах. Мы очень точно следим за происходящим в Халятау относительно возделывания и культивирования хмеля. Мы крайне заинтересованы в новых сортах, поскольку различные сорта хмеля имеют совершенно разные проявления в аромате. Здесь в регионе хмелеводы – это компетентные партнеры, надежные, с высоким пониманием качества. За последние годы нам стало известно, что ароматические сорта из нашего региона могут влиять на разнообразие пива. Мы желаем, чтобы и в будущем здесь возделывались такие же ароматические и пряные сорта. Сорта отчасти с крупицей ягодного вкуса и отчасти с ноткой цитрусового аромата. Лето в Халятау. Хмель преобразил пейзаж. Величественно и могущественно возвышается он над местностью. И чтобы хмель оставался таковым, хмелевод должен каждый день смотреть за ним. В преддверии жатвы эти плантаторы встречаются с консультантом по хмелю для контроля посевов. Бонитет и контроль посевов происходят в основном по одинаковой схеме. Вместе с плантатором осматривают его посевы хмеля, собирают информацию, приходят к заключению, а затем переходят к дальнейшим производственно-техническим этапам. Контроль посевов и, кроме того, нанесенный вред являются полезными инструментами хмелеводов для снижения расхода средств защиты растений на гектар, без угрозы срыва поставки по отношению к клиенту. Затяжные и обильные дожди повышают опасность поражения грибком. Консультант по хмелю рекомендует профилактические мероприятия. В Халятау для хмеля особенно благоприятные условия места произрастания. Хмель – это типичное растение пойменного леса. Ему нужна температура 20-25 градусов Цельсия, достаточное количество осадков и почва глубокого залегания. У нас в регионе для этого имеются идеальные условия. Сюда же нужно отнести большой опыт хмелеводов. Я думаю, у нас здесь наилучшие условия. Вследствие все более засушливого лета, обусловленного изменением климата, делается ставка на экономящую воду капельное орошение. Вот и подошел конец июля. Самое позднее сейчас станет видно, каким будет урожай хмеля, если все пойдет хорошо. Потому что перед самым урожаем, когда опоры должны выдерживать вес до 20 тонн на гектар, непогода может нанести урон урожаю. Субтитры создавал DimaTorzok Да, мы в преддверии жатвы. Хмель хорош. Я думаю, урожай будет высоким. Как вы думаете, когда начнется? Еще недолго. Я думаю, 25-26 августа. Все будет зависеть от погоды. Это ведь натуральный продукт. Мелеводы проверяют свои посевы. И каждый год по-разному, в зависимости от температуры и условий роста. Но можно исходить из того, что уборка урожая начнется где-то 25 августа и завершится к 25 сентябрю. Субтитры создавал DimaTorzok Начинается жатва. Хмелеуборочные машины в значительной мере пришли на смену ручной работе и обеспечивают бережное отделение шишек от листьев и стеблей. Непригодная для пивовара оставшаяся часть компостируется или поступает в биогазовую установку. Этим самым вносится вклад в возобновляемое производство энергии. Субтитры создавал DimaTorzok В Халятау хмель подвергается щадящей бесконтактной сушке. Шишки высушиваются исключительно обогреваемым воздухом, имеющим температуру ниже 65 градусов Цельсия. После кондиционирования хмель прессуется в прямоугольные болоты. Уборка урожая, сушка, упаковка на это уходит около 4 интенсивных рабочих недель и очень короткий период использования капиталоемкого оборудования, не находящего применения в остальное время года. Какая радость и какое облегчение торжественно наступает в Халятау после сбора урожая хмеля, показывает многочисленные празднования региона. Зеленое золото упаковано и готово к отгрузке. В общей сложности около 10 тысяч партий хмеля за сезон, с полным документированием их происхождения. Перед транспортировкой болот на переработку хмеля отбираются образцы для нейтрального определения качества. Этот щуп захватывает в зависимости от сорта 100-200 грамм. Пробы поступают в лабораторию, и там происходит их точный анализ. При нейтральном определении качества определяется содержание влажности, а также фракция листа стебля, доля отходов, доля поврежденных шишек и в конечном счете поражение болезнями и вредителями. Немецкие хмелеводы испокон веков прилагают все усилия к сохранению всемирной ведущей позиции в производстве хмеля. Для этого мы ввели нейтральное определение качества во внешне независимой лаборатории. И кроме того, система сертификации, которая обеспечивает обратную прослеживаемость хмеля от варочного котла до отдельных хмельников. Халяртау – это самая большая в мире область возделывания хмеля как по площадям, так и по производимому количеству. И в этом отношении мы в Халяртау являемся ведущей областью возделывания во всем мире. Халяртау – это не только самая значительная в мире область возделывания хмеля. Здесь находятся также самые большие и современнейшие установки по переработке хмеля во всем мире. Мы обрабатываем хмель на наших перерабатывающих заводах. Необработанный хмель, например, во время экстракции СО2, сначала гранулируется для уменьшения объема, а затем при применении сверхкритической углекислоты экстрагируются такие важные компоненты для пивоварения, как ароматические и горькие вещества, в результате чего получается экстракт СО2. С находящимся в этой банке экстрактом можно было бы изготовить до 100 гектолитров пива. Пивовары в более чем 140 странах ценят хмель Халяртау, чей спектр сортов предлагает так много возможностей для приготовления пива с характером. 80% немецкого хмеля экспортируется по всему миру, то есть мы живем за счет экспорта. Немецкий хмель и хмель из Халяртау будет в будущем удерживать за собой мировой рынок, потому что он отвечает высоким требованиям международной пивоваренной промышленности, в особенности по отношению к качеству и многообразию сортов. Наляду с этим в Германии имеются надежные маркетинговые фирмы, действующая инфраструктура и современные заводы по переработке, обеспечивающие поставку клиенту всех желаемых хмелепродуктов. На перерабатывающих заводах в Халяртау, относящихся к самому современному в мире, ежегодно перерабатывается от 40 до 50 тысяч тонн хмеля в гранулы и экстракты всевозможного вида. Тем самым мы покрываем около половины потребности международной пивоваренной промышленности. Наилучшие природные условия, инновационные исследования, компетентное консультирование и работоспособные хмелеводы сделали Халяртау страной хмеля номер один. И посреди в столице хмеля Вольнцехе сходятся все нити. Здесь, в доме хмеля, в самом сердце Халяртау, находится резиденция союза хмелеводов, а также резиденция немецких хмелеводов с их отраслевым объединением. Вместе с Баварским земельным ведомством по сельскому хозяйству, товариществом производителей ХВГ и объединением Hopfenring это местонахождение под одной крышей наиважнейших органов по предоставлению услуг и консультации для хмелеводов. Здесь, в доме хмеля, вместе с коллегами мы каждый день заботимся об улучшении качества продукции, стабильности и, прежде всего, конкурентноспособности хмеля Халяртау на мировом рынке. Как представители интересов, мы руководим отсюда всей деятельностью в ярко выраженном международном окружении. То значение хмеля, которое он всегда имел для Халяртау и региона, очень ярко представлено в немецком музее хмеля, расположенном по соседству с нашим домом союзных организаций. С девятого века возделывается хмель в Халяртау. Это объединенное ноу-хау находит свое отражение в музее хмеля. Хмель в Халяртау обрел созерцаемую традицию, и он накладывает отпечаток на весь регион. Триста шестьдесят пять дней в году. Халяртау обрелось Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok